В 17-й школе учебный процесс обычными школьными предметами не ограничивается. Большое внимание здесь уделяется здоровью учащихся. У школьников есть возможность плавать в бассейне, заниматься в кабинете лечебной физкультуры, регулярно проверять зрение и лечить зубы, не посещая стоматологию. Дополнительно с школьниками проводят уроки по здоровому образу жизни. Здесь есть все, чтобы дети до 11-го класса сохранили то здоровье, которое у них есть. Это гигиеническое воспитание учащихся, это формирование здорового образа жизни. Может быть, даже это основное направление школьной медицины, потому что каждый ребенок должен знать, как свое здоровье сохранить. Таких образовательных учреждений в городе два. В пилотном проекте «Школьная медицина» участвует также 14-я школа. Для тех, кто уже постарше или учится в другом месте, альтернатива тоже есть. Бесплатный и всегда доступный вид оздоровления с занятием спортом на свежем воздухе. Тем более, что проблем с этим у научу боксарцев точно нет. В прошлом году в Ельниковской роще установили спортивную площадку стоимостью 1 миллион рублей. Еще на два десятка миллионов были заасфальтированы пешеходные дорожки. Зимой здесь же укатывают лыжные трассы. Здесь у нас занимаются велопрогулками, на лыжи-роллерах. Были замечены спортсмены впервые за всю историю существования рощи. Прогуливаются наши ветераны, люди старшего поколения, мамы с колясками. То есть я думаю, что условия здесь созданы. И в дальнейшем мы планируем развивать нашу Ельниковскую рощу. На здоровье влияет не только медицина, но и очень большая часть – это все-таки здоровый образ жизни. То есть те условия, в которых человек живет, те условия, в которых человек работает, где он учится, где он отдыхает. И поэтому, конечно, основная задача – это создание благоприятных, здоровых условий для ведения здорового образа жизни. Во время пандемии тренажеры оказались как никогда кстати. Заняться спортом на специализированной площадке хотят многие. Поддерживать свою физическую форму сюда приходят целыми группами. Во время пандемии мне выручает Ельниковская роща. Здесь можно выбегать кросс вокруг нее, а также сделать свои упражнения, что помогает мне поддерживать мою спортивную форму. В роще с этими тренажерами намного удобнее делать, чем дома, когда ты одна. Также намного веселее, когда ты в компании, хотя мы даже держим дистанцию. Работа по развитию комфортной среды для занятий спортом в Научбоксарске продолжится в рамках проекта формирования современной городской среды. В этом году на эти цели правительство республики выделило 225 миллионов рублей. На эти деньги планируется установить новые спортивные площадки во дворах и общественных местах города. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.